Добрый вечер! Это первая студия, как всегда, об актуальном. Сегодня будем говорить о том, как сохранить природу. У нас в студии директор Байнаульского национального парка Джасупов Аждар Сагантаевич. Аждар Сагантаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Рады, что вы к нам приехали. Туристический сезон уже не такой активный, но все же продолжается. Какие работы сейчас ведутся в нацпарке? В этом году уже в начале первой декады сентября похолодало резко, и основная масса домов отдыха, кафе, киоски, все начали закрываться по 10 сентября. Буквально более 70% сразу закрылись. Испугались первого холода? Да, в прошлом году и в конце сентября еще люди купались на наших озерах. В этом году погода какая-то была и дождливая, но поток туристов, по нашим данным, которые КПП-4 прошли, у нас более 184 тысяч прошли. Ну, как мы обращали внимание, вот в этом году почему-то сезон отдыха посетили наши вот каргандинцы номерами регион 0,9. Больше их, да? Больше всех было каргандинцы. Может, среди них и наши были по ударце, но мы по номерам машин региона. Вот это вот, кстати, цифровая система учета, она помогла как-то? Ну, они оплачивали, да. У нас каждую выходные, субботы, воскресенья, начиная с дня столицы, с нами дополнительно находились работники комитета лесного хозяйства и более прозрачно проходило в этом году платежи. Вот, ну, нам очень много было замечаний по КПП. Мы на 25-й год хотим улучшить эти КПП, потому что одного кошка очередность большая, они успевали по выходным, поэтому они дополнительно стояли люди, чтобы обелечивать. Все-таки по-старому тоже, да? Да, будем новые модули. Сейчас бюджетную заявку подаем комитет лесного хозяйства, чтобы улучшить эти наши здания, КПП модульные какие-то сооружения поставить. Потому что эти зимой у нас они не функционируют, там невозможно, ну, отопления нету, печь, мы не можем ставить нарушение правил безопасности. Вот, кстати, да, сейчас, когда заезжаешь, они же уже не работают. Сейчас мы не работаем, да, свободный проезд, вот поэтому эти здания не соответствуют они правам пожарной безопасности, мы не можем их содержать зимой. Поэтому уже в холодных условиях. Да, хотим уже на следующий год подготовиться, бюджетную заявку, как я вот подчеркнул, мы подаем на 25-й год, если нам утвердят деньги, то мы хотим на 2-х, где автоматизация, поставить нормальное, эти красивые модульные сооружения. Вообще на следующий год что еще запланировали из такого крупного? На следующий год у нас поменялись тарифы, уже наконец на Байновском нацпарку. С 2016 года мы работали по старым тарифам, сейчас у нас новые тарифы уже будут оплачивать не за посетителя, а за машину, за автобус одна сумма, за легковой одна сумма, примерно такое. То есть не будете по головам считать? Да, эти тарифы мы потом озвучим, будем информировать, чтобы уже эти отдыхающие знали, сколько потребуется с собой захватить, там хоть Каспий, QR, безналичная форма, любой банк и налички. То есть проще станет? Ну, хотим два окошка делать на этих, особенно у нас же региционная нагрузка полнейшая, Джасабай, вот там. Вообще вот эту нагрузку планируете как-то все-таки равномерно распределить по озерам? Ну, в этом году у нас прошла прокурорская проверка предохранной прокуратуры, нам запретили на следующий год, что на сезон заключать договора, то есть поставить какой-то маленький киоск или юрту поставить на территории зоны отдыха Джасабай, запретили на следующий год, этого не будет. Тогда, получается, у нас уже немножко все дома отдыха будут, с одной стороны, опять загружены, но не будет этих мелкого и маленького бизнеса. Который выкачивает за сезон большие деньги. По ним у нас пришел запрет, поэтому у нас и запрет идет на выдачу земельных участков, как и краткосрочно, это до 5 лет, и до 25 лет на долгосрочное, тоже у нас запрет, приказ комитета. Поэтому у нас задача освоить Тарыгры, озеро и Сабандеколь, где площади нас позволяют, мы вот ждем эко-отели строить, благоустройство пляжа, хорошие инвест-проекты ждем. У нас большая задача... Есть какие-то заинтересованные лица? Ну, пока один только нашелся, да, а остальные пока интересуются. Вот сейчас зимний сезон практически начался уже. Будут, Зашек, а как будет работать? Какие дома отдыха будут работать еще? Зимний сезон у нас работает, который отчужденный, это вот заводские работают, и несколько домов отдыха, которые находятся на Сабандеколе и находятся на Джасабай. Остальные все на зиму закрываются, в принципе. Они тоже неподготовленные, у них нет системы отопления. Но вообще какая-то тенденция есть, чтобы сделать сезон отдыха круглогодичным? Ну, это зависит от самих владельцев же. Мы туда внутрь уже их бизнес не можем. Вы контролируете, что контролируете у предпринимателей, которые там организуют отдых? Ну, во-первых, у нас охрана патрулированная, раз мы нацпарк, территория лесхоза, территория заказника, заповедника, это охрана патрулированная. Остальное, дальше для туристов, зона отдыха, это безопасность. Ну, землю они же получают только согласие именно ваше. Раньше, да, было. Сейчас с этого года, с февраля месяца 2024 года у нас полный запрет на выдачу дополнительных земельных участков, на расширение бизнеса. На это все запрет. Что есть, вот они должны функционировать. Что-то сами они должны улучшать. Что-то свой интернет, фасад, здание, внутриобслуживание, как-то кухню улучшить. Ну, это мое мнение, они же это должны заниматься, раз им никто не препятствует, не мешает. То есть новых земельных участков вы не будете предоставить? Новый запрет у нас ведь не можем. То есть работать будут только те, кто работает? Да, вот согласно прокурорской проверке у нас 44 объекта, это дома отдыха, кафе, магазины, которые есть замечания, есть грубые нарушения, самозахват, есть территории, есть где целевое назначение неправильное, где-то акта водоэксплуатации нету, нет авторского надзора, тех надзора, как построено это здание. И вот на сегодняшний день мы до сих пор этими предприятиями, этими домом отдыха, кафе, магазинами занимаемся. И уже где-то из 44, где-то 27 подтвердили, остальные еще не подтвердили. Мы должны их выселять или что-то еще с ними занимаемся, поэтому до сих пор отрабатываем. То есть и такие проблемные кафе, проблемные дома отдыха? Да, проблемные есть кафе. Потому что 90% владельцев это наши бывшие жители Байнаула, но они почему-то сейчас живут кто-то в Алмаке, кто-то в Викибастузе, кто-то в Павлодаре, даже в Караганде, и нам приходится ими переписку делать. Потом есть материалы, которые мы в суд подали, на новых, которые самозахват. Есть, которые в прошлом году дали в суд, вот из трех двое освободили. Третий еще не освобождает. Хоть и в день сумма до 20 тысяч, согласно судоисполнительному, счет идет, он у нас не освобождает землю. Вот с такими приходится заниматься еще. Вот возможно на их места потом придут другие, да? Нет, этот участок они должны освободить. Они незаконно построили здание. Они просто вернутся. Да, без разрешения на земельный участок у них не было. Не было акта водоэксплуатации, ни авторского технонадзора. Они самостоятельно построили, не знаю. То есть можно так сказать, что вы потихоньку наводите там порядок? Ну, планируем, стараемся, да, наводить порядок, раз задачу нам поставили, руководство. То есть кроме природоохранных мероприятий все равно приходится заниматься еще вот такими, да? Да, у нас получается, как вот, у нас и лес, и озера, и природа, и туризм. Поэтому у нас из всех нацпарков самое большее находится у нас этих домов отдыха. Где-то есть 13, там 20, а у нас около 70 объектов. Поэтому у нас самые насыщенные. Поэтому такой проблемный вопрос, да? Ну, вот давайте вернемся к природоохранной деятельности. Вот сейчас что вы делаете? Деревья высаживаете? Ну, посадку мы, у нас 40 гектаров из собственных семян выращиваем питомники, сеянцы, двухлетку. Потом их пересаживаем, почвенное обследование делаем, где-то досаживаем. Где у нас раньше садили, там 5 лет назад, может, 3 года назад. Досаживаем это и новое почвенное обследование делаем, где позволяет почту. Во-первых, там у нас по Байновольскому району много солончаковой почты, там, где она не приживается. Поэтому мы строго почвенное обследование, после этого посадку делаем, чтобы приживаемость была. А так у нас собственный материал, как я вот сказал, в питомнике мы собираем шишки наши, инспектора. Потом их сдают в питомник, там у нас своя сушилка есть, которая зимой занимается сушкой. Потом весной мы садим, посев делаем семян. То есть такой длительный процесс? Да, длительный. Через 2 года они становятся сеянцами. И мы их высаживаем, где у нас 40 гектаров положено. Там где-то 6 гектаров, там 3 гектара. Вообще приживаемость какая? Приживаемость в этом году хорошая была у нас, да. Где-то более 7, около 70% у нас было приживаемость. Насколько я помню, 5 лет, да, по-моему, должно пройти, посадились, вот со временем посадки. Ну, она до 5 лет, получается, растет сантиметра, может 2 максимум. А потом уже идет в рост, да? После 5 лет она может идти по 5 сантиметров, когда уже корневая система утвердится. Тогда идет уже в рост, да? Да, уже в рост идет, стабильно по 5 сантиметров пойдет. Но до 5-8 лет она очень медленно еще растет. Поэтому беречь природу это сложно. В последнее время очень много в соцсетях вы пишете, что такая проблема появилась в Байнауле, это Каракурт. Ну, это очень серьезная проблема. Что делается? Ну, да, Каракурт у нас пока в одном месте определился. Это вдоль озера Тарагыр. Вот мы начали тревогу бить с мая месяца, июня. Кемат села Тарагырова провели у себя на территории обработку, использовали химпрепараты, цунами называется. Но нам комитет лесного хозяйства запретил использовать химпрепараты на территории нацпарка. То есть на территории села можно? Да. Буквально там несколько метров нельзя уже, да? Да, мы уже вручную, это биологическим способом, по сегодняшний день продолжаем работы. Буквально 30 октября наш отдел науки выезжали, по сегодняшний день Каракурт еще живет. То есть холода ему не страшны, да? Самки еще охраняют на сегодняшний день свои коконы, из которых на следующий год могут появиться от 100 до 600 штук пауков. То есть они зиму спокойно переживают? Зиму, как получается, ну, со слов этих наших исследований, сами коконы выносят, переносят до 42 морозов. А самки сами, вот как сейчас падут морозы, они должны погибнуть. Но пока 4 заморозки до минус 4, они еще живут. Спокойно живут, да? А у вас в штате есть арахмология вообще? У нас нет, отдел науки и мониторинга есть. Вот они занимаются, да, уничтожением, сбором, сбор самок. И коконов они проводят, и потом проводят работу по уничтожению. Вот я знаю, что вы до этого инициировали вообще режим ЧС вводить. Насколько это получилось? Ну, режим ЧС это не мы, а проводили Акимат районы, да. Они провели нас. Ну, по вашей инициативе же хотели добавить. Да, да, мы просто тревогу били, они провели, и вот провели обработку. Мы принимали участие при обработке, там эти самки сразу после использования химпрепаратов сразу самоликвидировались, а коконы, я не могу сказать. Насколько они пропитались этими химпрепаратами, это буквально в следующий год весна покажет. То есть они уже есть на селе? Не только на побережье? Нет, не в самом селе, а ближе к озеру. Там территория делится, Кемацки, озеро Трагиро, делится одна сторона, например, земли сельского округа и территория нацпарка. Но Каракуртов не замечали где-то вот именно на территории села, ближе к людям? Ну, пока не было. Таких случаев не было, да? Да, пока не было жалоб. Ну, вот ваши дальнейшие действия теперь в отношении к Каракуре. Ну, мы раз, как подчеркнул, Белорусскост продолжаем, на следующий год опять будем продолжать вручную. То есть пока снег не ляжет, то все равно будете ходить? Если она массово пойдет, может, наше руководство, комитет и разрешит использовать. Они же будут отправлять комиссию для обследования. А в районной больнице появилась вакцина? На сегодня не могу сказать, пока не говорили. Это я уже... Потому что раз есть такая проблема, и как бы это туристические... Не было, а сейчас не могу сказать, должны они тоже готовиться, потому что вакцина была... Тогда, со слов нашего врача, сказали, что вакцина есть в Алма-Ате. В Павлодаре сказали нету. На сегодняшний день, я не знаю, привезли, нет, это... У нас на западе республики были же такие случаи, там есть вакцина. Укусы были в Атраву и в Казлардэ, в Шенькенской области. Вакцина была на сегодняшний день, летнее время, только в Алма-Ате, дальше не знаю. Ну что говорят ваши ученые, это вообще завезенные какие-то случаи? Откуда у нас карахут? Даже не могу предположить, как оно появилось. Например, если только в одном месте, ну, первый вариант, наверное, было, завезли с бахчевыми. Когда бахчевые культуры привозят, арбузы, дыни, они их же вложат на камыш, чтобы они не побились. Они в камышах и приходят. Такой случай был в 18-м, нет, в 15-м году, по-моему, в Лебяжинском районе, Акулы. Тогда вот так вот с юга приехали забирать наши арбузы, на рай есть там, забирать арбузы. Вот они с камыша себе строили навес, и вот оттуда каракурт вышел на небольшую площадь, но их тогда обработку провели, и после этого жалоб не было. А здесь, я не знаю, или стройматериалами пришли, или... Вообще каракурты где обитают? Какая у них среда должна быть? Ну, они в сумерки, в ночное время же выходят, и любят, где тепло. Вот именно где палатки стоят, где костры жгут, они к людям приходят. И это раз их сфера обитания, они могут тогда и укусить, и что-то сделать, раз это их нет. Именно в темное время, да? Да, и вот они на берегу озера, почему прижились, я смотрю, у них пища была в основном саранча. В этом году саранчи... Кстати, было много? Много, да. И вот у них любой камень булыжниками поворачиваем, у них уже в паутине только саранча было, поэтому обилие было их питание. Понятно. В этом году, кстати, были недавно пожары, с Карагандинской области к нам пришли, и я знаю, что ваши подразделения принимали активное участие. Вот какая-то вообще такая совместная работа ведется по предотвращению пожаров в соседней области? Ну вот в соседней области у нас немножко проблемы. В прошлом году у нас 10 пожаров, возгораний пришли с Карагандинской области, мы не могли добиться информации от них. И в этом году у нас два пожара были, один крупный в Карагандинской области, например, наша ДЧС, вообще вопросов нет, молодцы, они организовали совместно с нами локализацию, ликвидацию. А с Карагандинской области у нас до сих пор проблема добиться, почему не информируют, что они выпускают пожар в Павлодарскую область, в Байнаульский именно район, раз мы находимся в районе, до сих пор нет информации. На сегодня мы взяли их телефоны, сами хотим проехать, отдел охраны и зам по лесу хотим направить, чтобы они проехали ОЧС Каркаринского района и Бухаржиралского района, встретились, обменялись телефонами, чтобы они нам уже напрямую какой-то сигнал давали. Поэтому вот проблема, мы не знаем с какой точки ждать огонь, когда с Караганды заходят, вообще нету никакой информации в них, взаимодействия от них нет. То есть вы сами уже работаете с местными частицами? Да, мы уже пожар ловим на нашей территории района или на территории нацпарка, потому что мы граничим с ними, оттуда информации нет. Насколько оснащение вам позволяет оперативно реагировать? Оснащение мы в прошлом году хорошо закупили с полуприцепами и техникой, и в этом году еще приобретаем, буквально у нас конкурсы сейчас прошли, у нас новые эти придут, сейчас в ноябре конкурсы прошли, вот как я сказал, новые прицепы на трактор придут, прицепные бочки придут, водовоз придет у нас, потом малый лесопатрульный комплекс машины придут, оборудованные. То есть ваши технические возможности все больше расширятся? Да, 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 обмундирование мы полностью в прошлом году обеспечили, зарплату нашим в этом году, кстати, с 1 июля снова подняли, это работникам ЛПС, лесопатрульной станции и работникам, водителям пожарных машин, всем подняли зарплату. Вообще есть вакантные места лесников именно? Ну, раз зарплату подняли, у нас вакансий нет, или кто-то уезжает, или увольняется, или по нарушениям увольняется. Можно, если не секрет, среднюю зарплату лесника? Среднюю зарплату, если он пришел без высшего образования, где-то он будет 140 получать на руки, а кто с образования, новичок пришел 180, а так у нас есть, которые 18-20 лет проработали с высшим образованием, они могут получать и 340, и 350 есть. Ну, в общем, молодежь приходит? В основном молодежь идет, да, они с образованием идут. Вот кто проработал 18-20 лет, они в основном образование колледжами, и сейчас только начинают учиться, чтобы не потерять рабочее место, а молодежь идет уже с высшим образованием. То есть дуальное обучение у них? Да, и именно экологи идут к нам, идут биологи, и лесные ресурсы идут. У нас осталось буквально несколько минут до конца эфира. Скажите, как сейчас останавливается популяция наших редких животных? Ну, популяция мы сейчас, у нас же, вот после весной, как приплод прошел, сейчас у нас осенью егери и инспектора ведут учет, фенология называется у нас, учет движения животных. Поэтому в прошлом году у нас по учету движения, например, краснокнижной архаров было 766 по голове, в этом году оно уже должно перевалить, наверное, за тысячи. Поэтому до Нового года мы должны учет провести примерно по краснокнижной архарии, также по кабанам, также по косулям, также по рысям туркестанским и лосям. Мы только сейчас определим учет, сколько у нас по голове повысилось по сравнению с весной до приплода. Такие новости, конечно, радуют. Аждар Анатольевич, я благодарю вас, что вы приехали к нам, уделили нам свое время. Наш эфир подошел к концу, встретимся на телеканале ERTES. Наш эфир подошел к концу.